Ребят, всем привет! С вами, как всегда, JumboMax, и это новый мини-формат, в котором я буду читать самые дебильные, самые тупые и самые-самые глупые комментарии, которые будут касаться Xbox'а. Если вдруг вам понравится такой формат, то прожмите обязательно лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментах, а также отправьте это видео друзьям, короче, сделайте так, чтобы это видео зашло, и если оно реально зайдет, то я, в принципе, постараюсь выпускать такие видосы почаще, и... всё. Всё, чё ещё это? Вообще, идея данного формата мне пришла внезапно. Я как-то такой сидел, подумал, блин, я же мало отвечаю на комментарии, на именно глупые, тупые комментарии, и почему бы, в принципе, не ответить на них, записав об этом видос, потому что, в принципе, я думаю, что выйдет немножко интересно, потому что вы увидите, какие вот вообще люди бывают, как они мыслят и тому подобное. Сразу вас предупреждаю, что в этих комментариях нет какого-то конструктива, нету какого-то, я не знаю, даже мышления, вот люди просто что-то, что-то вот просто что-то комментируют и даже не понимают, к чему они это написали, зачем они написали это. Короче, давайте начнём. Сразу предупрежу, что в контенте будет мат, поэтому сорян. Если что, как по мне, неважно откуда ты выдернул комментарий, всё равно как бы его суть, какому он поступ, примерно вы сможете домыслить сами, и поэтому всё, вот сейчас точно начинаем. Единственное, что я жду от Иксбокса, это ор владельцев по типу Соня Сосёт. Бокс лучше, в тысячу раз, у вас игр нету, за-за-за, подписка на Иксбокс дешевле и игры лучше. Обратно совместимы со всеми предыдущими Иксбоксами, ор-дор-дор-дор-дор-дор. В ответ я буду говорить, что обратку на все Иксбоксы врубили, потому что новых игр не будет. Будете в старые играть. Я лично не понимаю, откуда чел вообще взял с того, что новых игр на Иксбоксе не будет, с чего он вообще сделал такой вывод и... Ай, господи, зачем это было тогда вообще писать? Окей, представим, что чел хотел поумничать, якобы сделать такой некий аргумент к владельцам Плестейшн и тому, если там будет какой-то срач, типа используйте мою фразу. Я буду говорить, что обратку на все Иксбоксы врубили, потому что новых игр не будет. Как-то не смешно, понимаете, да, закадрово даже смех нету. Понимаете, это вот просто высер, который может опять дезинформировать некоторых людей и которые будут потом говорить, что, блин, на Иксбоксе реально игр нету. Хотя, в принципе, подумать, зачем тогда Иксбоксы выпускали, если не играть. Данный комментарий был, кстати, моему недавнему видосу о том, что Иксбокс порвет Плестейшн, о котором я рассказывал, так скажем, о преимуществах Иксбокс и о своих мыслях, почему Иксбокс будет, ну, так скажем, для потребителя чуть лучше, чем Плестейшн. Итак, блять, да ты не прав вообще. Давайте сравним. Подписка на Иксбокс. Есть подписка на Плестейшн Плюс, где также раздают игры, и эта подписка будет на Плестейшн 5. Маленький комментарий в начале. Если что, в том видосе говорилось о том, что на Иксбоксе будет подписка Иксбокс Геймпасс, которая включает в себе множество игр, больше сотки. Он же сравнит ее с подпиской Плестейшн Плюс. Зачем? Это две совершенно разные подписки. Окей, я был бы с ним согласен, если бы он сравнил Плестейшн Плюс и Иксбокс Лайф Голд. Это, в принципе, две аналогичные подписки, которые, во-первых, разрешают играть в онлайн, во-вторых, дают бесплатные игры. Но это совершенно разные подписки. Совершенно. Кстати, все твои игры, диски, которые стоят на заднем плане, пойдут нахер, потому что у новой Иксбокса нет обратной совместимости, а у Плестейшн 5 она есть. Если что, этот говнюк, наверное, про эти диски говорил. Да, именно про эти. Но меня больше всего волнует здесь то, с чего он взял, что на Иксбоксе РСХ не будет обратной совместимости, а на Плестейшн 5 она будет. Пока не знаю. Если кто-то не знал, то на Иксбоксе РСХ прямо с самого начала говорили, что эта консоль будет включать в себя все поколения, то есть Иксбокс Ориджинал, Иксбокс 360, Иксбокс Ван, и будет, так скажем, по обратной совместимости доступно куча игр. А вот как раз таки на Плестейшн 5 мало что говорят. Да, про Плестейшн 5 сказали, что там обратная совместимость, но только, по-моему, если я не ошибаюсь, один раз, когда майки трещат на этом каждом углу. Почему человек просто не услышал этого, что на Иксбоксе будет обратная совместимость, а на Плестейшн 5 будет? Вот как человек вообще слушает? Как он читает информацию? Я вот просто не понимаю. Также Sony заявила, что стоимость Плестейшн 5 не будет отставать от стоимости нового Иксбокса. Честно, не видел такой новости. Вообще не видел. Видел, как только Иксбокс говорила, что у нас будет сладкая цена, в случае чего мы отступим, уступим, вернее, сто долларов. Но чтобы Плестейшн, вернее, Sony так говорила, я не слышал. И самый уебищный Иксбокс, это его дизайн. Большая серая коробка. Еще Плестейшн 5 уже есть куча игр, там новый Человек-паук, новый Храйзен и так далее. Ну, начнем с того, что, окей, дизайн на вкус и цвет. Если тебе не нравится коробка, значит тебе нравится космический коробок, окей. Но с чего ты вот вообще взял, что уже на Плестейшн 5 есть куча охрененных игр? Когда есть уже, значит ты можешь ее запустить и вставить и поиграть. На Плестейшн 5 пока что нет ни одной игры, поскольку сама консоль не вышла и, в принципе, не вышли игры для нее. Откуда есть? Я могу сказать также то, что вот на Иксбоксе уже есть эксклюзивы, вот Halo Infinite, вот Forza, которую анонсируют. Да, в принципе, 23-го числа, мне кажется, дофига что анонсируют и можно уже сказать, вот на Иксбоксе есть много офигенных игр. Понимаете, вот этот комментарий начинался с того, что человек, наверное, ну просто разнесет меня по факту, даст какую-то неимоверную критику, аргументацию. Но он просто вот просто что-то высрал из себя, главное, чтобы высрать. Ааа, господи, и знаете, мне кажется, что данный человек, когда писал этот комментарий, он думал, во, ох, сейчас я разнесу, ох, сейчас я разнесу, и пошел такой. А в итоге получилось, ну такая херня, это вот просто жесть, вот, бах, идем дальше. Суть в том, что сама консоль от Майков нахуй ненужное говно. Все игры есть на ПК, онлайн с боксом общая, подписка, все, от бокса есть и на ПК. А за цену бокса я лучше куплю видюху, и игры будут идти лучше, чем на Иксбоксе. Так нахуя он нужен-то? У Сони же больше игр, больше онлайн в путевых играх, отсутствие читерастов, бокс проигрывает во всем. Ну да, ведь и комп только на видеокарте держится. Начнем с того, что с того, что в некоторых играх есть общий онлайн, ну с ПКшниками. Что? Ну окей, ну вот, ну что тебе дает, какой это минус или плюс? В любом случае, в большинстве игр, именно в эксклюзивных, у Иксбокса есть такая функция, как отключение кроссплея. То есть да, в колде нельзя его отключить, это какие-то технические проблемы, но в большинстве случаев его можно отключить. И как бы, в чем минус или плюс, я что-то не понимаю. Окей, подписка Иксбокс Геймпасс есть на ПК. И как это, так скажем, урезает владельцев Иксбокса? Окей, у них есть то, что можно сделать на компьютере. И что? Ну у многих нету компьютера. И да, как бы, ну попробуй купить видюху. Попробуй, господи, если ты хочешь купить видюху, играть на ПК, ну окей, что с этого? Типа, мне-то будет холодно, горячо, жарко, я даже не знаю, мне будет вообще похрену. Мне нравится играть на Иксбоксе, мне не хочется возиться с проблемами на ПК, мне не хочется обновлять ПК. Мне не нравится там скачивать всякие драйвера. Мне просто хочется запустить диск в этот софт-привод и просто поиграть. Как, в принципе, и многие играют на других консолях. В чем проблема-то? У Sony больше игр, больше онлайна в путевых играх. Знаете, вот вопрос о большом онлайне я задавал много раз. Что он вам дает? Что на Иксбоксе есть игры, в которые вы не дойдете себе тиммейтеров? Да ладно, ребят, вы просто херово ищите. В любом случае, в поиск он работает нормально. Да, он может быть в каких-то играх будет работать чуть медленнее, чем на PlayStation, опять же, из-за количества игроков. Ну, какое это преимущество дает? Вот, типа, ого-го-го, на Иксбоксе там играет, например, 30 тысяч. Ого-го, на плойке там играет все 100 тысяч. Вам-то какая разница, кто, где, сколько играет? Вот я просто не понимаю, но вот там больше играет. Вот какой плюс-то я получаю? Вот, окей, я знаю, что там больше. А, и что, больше значит лучше? Ну, вообще, что ли? Бокс во всем проигрывает. Ну, здесь, в принципе, без критики, поэтому идем дальше. Иксбокс хуня для имбецилов, таких как ты, а плойка для лучших. Иксбокс уже не считается консолью и не будет ею. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Ну, я, в принципе, не буду здесь комментировать, просто сделаю так. Хорошо, допустим, бокс дешевле. Почему он лучше, если игр 0? Я, ну, может, что не знаю, может, там, ну, на Иксбоксе реально игр 0. Да-да, всем эта фраза надоела, но по факту XF 0, XF Box, а не Microsoft. Честно, я лично не понимаю, почему люди иногда акцентируют именно на эксклюзиве Иксбокса. То есть, да, ни для кого не секрет, что на Иксбоксе нет таких игр, которые будут доступны только на нем, в них можно будет поиграть на ПК. Но что с этого обладателем PlayStation? Вот что? Если у тебя нет ПК, то ты можешь идти мимо, и ты не поиграешь в эти игры. И знаете, в этой ситуации они не смотрят так, что, типа, блин, у меня PlayStation, я вот не смогу поиграть в Forza, блин, вот фигово. А они смотрят так, ха-ха, там кто-то еще может поиграть в Forza, а я не поиграю, но ведь кто-то сможет. Где вообще логика? Эксклюзивные игры только на Иксбокс равно 0 игр. Типа, мультиплатформа она не считается? Почему не считается эксклюзивом Microsoft, тут я не понимаю. Я больше всего не понимаю, почему многие именно делают акцент на то, что нету на Иксбоксе игр, которые были бы только на него. Окей, они доступны на ПК. Что с этого плохого? Просто больше людей поиграют в эти игры. Все равно обладателем PlayStation поиграть в эти игры не светит. Вообще не светит. Следующий комментарий мне понравился больше всего, поскольку это не какой-то рофл, а мне кажется, что чел писал на полном серьезе, что вот он разгадал сотрудничество Иксбокса и Пластейшн, и почему вообще сложилась такая фигня, что Иксбокс получился мощнее, чем у Пластейшн. Короче, смотрим. По сути, Sony специально дал фору боксу, специально сделал PlayStation 5 слабым, чем коробка, потому что, думайте, логично. Microsoft и Sony подружились же. Вместе сотрудничают, Microsoft такой сказал. Хотя бы пусть наша консоль будет помощнее, чем ваш, потому что вы за счет игр эксклюзивных, у вас продаж много. Если бы Sony не дал форы, то коробка цесала бы по полной мощности. Знаете, я сплю и вижу вот эту вот ситуацию, когда Фил заходит в подразделение Sony и говорит. Чуваки, давайте по-братски. И мы же с вами вот друзьяшки ВКонтакте, и типа, ну давайте в этот раз выпустите консоль, ну, чуть послабее, чем наш. Ну, чисто по-братски. И ему глава Sony такой отвечает. Базар-вокзал? Конечно, да, мы сделаем чуть послабее. А вы, да, у нас будут эксклюзивы. Вы только не делайте эксклюзив в Иксбоксе, и тогда все будет хорошо. Хорошо? Хорошо. И вот так вот они, в принципе, и договорились. Да, если так, то компания, в принципе, в каких-то областях сотрудничает, но у них нет каких-то договоренностей, чтобы там кто-то выпускал консоль помощнее, кто-то послабже. Такого никогда не будет. О чем говорить, если, в принципе, они боятся даже озвучить ценник, а плой как боится, когда озвучит Microsoft, а Microsoft боится, когда озвучит PlayStation. Короче, бурный фантазий разыгрался у этого паренька, но не более. Следующий коммент, он, так скажем, прям вот такой прям вот официальный коммент, потому что чел дают какие-то факты, прям вот утверждает, что пацаны, и вот будет так и так. Читаем. Уже есть официальные информации о цене новой PlayStation 5. 499 баксов с приводом и 399 без привода. При таком раскладе у Xbox будут проблемы, так как такие, как ITP и другие, будут консоль превозносить и говорить то, что Xbox хуже, и еще PlayStation 5 выйдет 20 ноября в мире, 14 ноября в Японии выйдет, значит Xbox не может выйти позже, иначе это неимоверный провал. Знаете, меня поразил факт того, что вот никто пока не знает официальную дату, официальную цену PlayStation, кроме вот этого чувака. Вот это прям вот... Пацаны, давайте присвоим ему звание мамкиного официального, главное, официального инсайдера, потому что это просто слух, не более. Знаете, поражает тот факт, что человек мне написал, что это какой-то слух, где-то я слышал, и это прям вот рубит факты. Есть уже официальная информация, где? Скинь пруф. Давай вот мне, я не знаю, сайт PlayStation, и вот покажи мне цену на PlayStation 5. Где она официально? Где говорили о дате консолей? Нигде, просто из инфа. Но зато человек уже считает, что хуже, что лучше, что это вот провал, Xbox, если выйдет позже, это все, это крах. О, Господи. Пипец. Какой диод будет списывать с Sony PlayStation со счетов, когда у нее игр намного больше, а то, что есть на Xbox, есть и на компьютере? Если не о чем говорить, лучше не говорить и не показывать, ни лайк, ни дизлайк. Ну, во-первых, с Sony PlayStation никто не списывал со счетов, вообще никто. Это, ну, грубо говоря, просто конкурент Xbox, которого иногда приравниют к нему. Вообще, майки очень много студий накупили, и, в принципе, это дает ясно понять, что, в принципе, в этом поколении они капец как настроены на игры, и в этом поколении может быть такое, что у Xbox даже получится больше игр. А тут опять человек кидает факт, что вот у нее больше игр, у того меньше, ну, откуда ты знаешь? Мамкин, эксперт. Вот откуда? И, как сказал великий человек, если не о чем говорить, лучше не говорить и не показывать ни лайк, ни дизлайк. А вот что-то вот так вот. Ну, прям фразы великих, отвечаю. Короче, как-то так, такие вот комментарии. Если понравился такой формат, и вы хотели бы видеть больше таких видосов, то обязательно нажмите лайк, подпишитесь на канал, и что-нибудь напишите в комментариях, чтобы продвинуть этот видос. Те, кто не согласны с моим мнением, те, кто хочет поспорить, что Xbox получился хуже PlayStation, то опять вас приглашаю в комментарии, дорогие мои, напишите что-нибудь, и, возможно, что вы попадете в следующий видос и будете немножко обосраны. Заря. Этот видос, я, пожалуй, закончу фразу великого человека. Если нечем говорить, лучше не говорить и не показывать ни лайк, ни дизлайк. Спасибо за просмотр, друзья.